Депутат Государственной Думы Андрей Барышев встретился с представителями Союза крестьянско-фермерских хозяйств в Челябинской области. Какие проблемы волнуют сегодня отечественных сельхозпроизводителей и что необходимо сделать для их решения? Расскажем далее. Сегодня в области успешно работает программа поддержки сельхозпроизводителя, но тем не менее проблем у фермеров хватает. В Челябинске сложилась монополия по закупу молока и молоко закупают уже по 12 рублей за литр при себестоимости 18 рублей. В результате фермеры или на подсосе начинают держать коров, или свиньям отдают, или вообще выливают. Теперь молоко заменили бодяжным напитком, завезли огромное количество сухого молока, размешивают с водой и продают его как молоко, а не как молочный напиток. Если у них себестоимость при этом 6,5 рублей, продают на прилавке по 55 рублей за литр, это преступление. Высокие тарифы на электроэнергию и еще одна больная тема фермеров. Как помочь отечественным сельхозпроизводителям и поддержать их, обсуждали сегодня в региональной общественной приемной с депутатом Государственной Думы Андреем Барышевым. Конечно, нужно сегодня защищать сельхозпроизводителя. Такие меры во многих развитых странах есть, даже ничего думать не нужно. Нужно просто брать этот опыт и внедрять. Сейчас вот этот проект, который мы обсуждали, значит, в том, чтобы сельхозпроизводителя защитить именно в молочном животноводстве, сейчас его применить, значит, вот этот вот законопроект, мы надеемся, где-то после 15 мая, я надеюсь, что мы его внесем, ну и будем отстаивать. В этот же день народный избранник встретился с общественниками. В преддверии празднования Дня Победы челябинский ветеран получил медаль члена семи погибшего защитника Отечества Великой Отечественной войны. Дмитрий Щапов, Наталья Кудряшова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.